приветствую тебя дорогой наш подписчик и гость нашего семейного канала чистоплотные ли канадцы однозначно этот вопрос я не могу ответить во первых потому что я не могу сказать за всю канаду я могу сказать только за тот город которыми живу в данном случае это город винипех провинция манитоба второе понятие канадцы это такое общее название потому что все мы знаем что здесь живут много народа много национальностей и все эти народы по-своему разные ну скажем так что за последние три года я повидал много разных домов побывал в разных домах и съемных квартирах у людей разных национальностей однозначно не могу сказать что вся какая-то особенно национальность она очень грязная нечистоплотная но могу точно сказать что коренное население которое здесь живет который живет здесь винипега она наверное самое грязное самое безобразное то есть они не беспокоиться том месте где они живут очень всегда как-то действительно грязно хлама и тому подобное и и воняет хотя бывали и такие более-менее чистые дома в общем так сказать если где больше чистоты в домах видел это так по стоимости домов то есть те дома которые приблизительно стоят где-то 350 тысяч долларов и выше тех домах живут приличные люди бой ухожено ну есть какие-то беспорядки но более-менее нормально но это цена для сейчас для манитоба 2018 год это такая то есть если сравнивать другими провинциями это может быть самая низкая цена для нас это достаточно дорогие дома и все что выше это тоже до вот все что ниже и зависит от района то есть винипега если у нас такие непопулярные районы на севере так дальше там уже такое грязно все неприятно в большинстве случаев я бы сказал все таки если в общем сказать что здесь винипега как-то всеми 70 процентов это дома не ухоженные в среде люди не смотрят за ним хорошо особенно если еще такая особенность заметьте много хлама если в домах люди берегут старый хлам все что ну очень много накупили то есть она уже не нужна они не польза они просто запаковать есть скоро комнаты которые ты заходишь просто они забиты хламом они в этот хлам лежит они по я упал не уверен что они его никогда не трогает он лежит годами там бывает я видел просто гаражи полностью они и имеет свой гараж но этот гараж забиты всякие хламом то есть они ставят зимой и летом машина на улице потому что гараж полностью забиты ненужным хламом и хотя у нас винипега есть вот эти гива в идее когда это бесплатно все можно отдавать просто выставить на улицу отдать просто людям два раза в год весной и осенью и они все равно этого не делаю то есть они как-то это собирают для чего собирать непонятно то есть запасов хватает то есть запасов людей ход одежда снова доходит забита одежда стокера но эти шкафы которые ты просто можешь ходить в комнату вместе там вот так все плотно-плотно в чемоданах на полу везде то есть это они я уверен что многое что не носят и она просто годами лежит ну вот такая наверно ты все мы на мне не в дюковом такая материалистическая культура здесь нос северноамериканская да то есть потребительская покупать покупать копить хотя она совсем не нужно мы просто я сам по своей жизни такой минималист наша семья тоже мы покупаем то что то что нам нужно на данный момент все что не нужно мы просто его отдаем или не покупаем а так просто особенно в квартирах съемных квартирах люди часто не смотрят за том они ну в любом случае как можно жить тоже не представляешь когда возле тебя ну куски грязи когда надо может быть отскребать это ли тут ковер уже так настолько засраны они еще заводят вот эти кошки собаки и все это воняет особенно вот из на съемных квартирах и в домах тоже я видел это тоже есть бывает дома которые даже собаки если коты и ты просто их не замечаешь воздух чистый как они делать но это очень мало такой маленький процент а так в основном ходят обутыми по своему дому и мы знаем что все в канаде много этих все до сих партии на ковровое покрытие и потом настолько затаскивается что на черное такое выглядит некрасиво ужасно ужасно то есть в основном я говорю хорошо живут и более культурно и ухоженно это люди побогаче может быть культуре все таки европейцы и немцы минониты вот такие более культуры то у них тоже еще есть такого в общем сказать наверное украинцы русские тоже мы более более чисто планы более смотрим за тем я мы живем и как мы живем другие народы они большинстве случаев да они такие безобразно грязные это наверно все что я хотел сказать сегодня не будут больше затягивать и повторяться расскажите ваше впечатление в комментариях под этим видео я буду очень рад услышать это вернее почитать об этом как остаять дела с чисто плотностью вашей провинции в которой вы сейчас живете до встречи в следующем видео пока пока